Благодетель. Что это? Дойти до сути в этом вопросе ученикам Люберецкой гимназии номер 16 «Интерес» помогали представители трех мировых религий – христианства, ислама и иудаизма. Открытый урок на эту тему прошел в рамках пятого фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». Главная цель подобных мероприятий – это укрепление отношений между детьми разных национальностей. Наша страна многонациональна. Бок о бок мы живем, учимся, отдыхаем, но не задумываемся, а что мы знаем о культуре других народов. В рамках проекта «Школа добрососедства» дети имеют возможность встретиться с представителями различных диаспор и задать им волнующие вопросы. Так в 16-й гимназии прошла интересная и плодотворная беседа, темой которой стала добродетель. Я хотел бы вам сформулировать свое понимание добродетелей, как я так вижу, как это в иудаизме понимается. Для меня добродетель – это качество характера, которое мотивирует человека к действию, и через это действие приводит к увеличению добра в мире. Спикеры высказали не только свое личное мнение относительно благодетели, но и разъяснили, как это понятие трактуется в священных писаниях каждой религии. И это стало одной из особенностей встречи. Вся основа, она как раз заложена в наших священных писаниях, и вот об этой добродетели, о которой говорили уже, оно подтверждается и в Торе, и в Коране, и в Библии. Поэтому, конечно же, очень важно сегодня познавать. Познавать не только свою личную культуру, традиции, религию, но и своего соседа. От этого мы становимся богаче, и от этого мы, безусловно, лучше начинаем понимать этот мир. Также на открытом уроке с учениками рассуждали о любви, целомудрии, смирении и других вечных понятиях, которые священник Дмитрий Березин объединил в список основных человеческих добродетелей. Первый добродетель – это любовь. Слово достаточно заезженное, но как сказать, что я люблю человека? Как это проверить? Есть очень хорошее такое критерий проверки – это любовь всегда, это самопожертвование, самоотдача. То есть готов ли я за этого человека, допустим, отдать жизнь? Вот будет выбор. Вот мы вдвоем стоим, и нужно выбрать, кого, например, казнить. Готов ли я пойти, сделать этот первый шаг? Вот это будет любовь. Отметим, встреча вызвала много вопросов среди школьников. Так один за другим задавали их, пытаясь разобраться в непростой теме – вероисповеданий. Один из первых был посвящен вере в Бога. Почему вы поверили в того, то есть вы его никогда не видели, и, как известно, все Библии написаны человеческой рукой. То есть Бог диктовал людям, или вы можете это объяснить, или вы поверили, потому что человеку нужно во что-то верить? Любое писание давалось Богом. Вот, например, мы Коран называем Калямулла, то есть Словом Всевышнего, Словом Бога. И Всевышний через своих архангела, Гавраила или Джабраила по мусульманской традиции передавал свои писания пророкам и посланникам. Которые фиксировали, это я говорю с точки зрения ислама, да, его, безусловно, писали люди, но писали через откровение, которое архангел Гавраил передавал пророку Мухаммаду. А пророк Мухаммад диктовал своим сподвижникам, они записывали, это проверяли. И священный Коран на сегодняшний день является в том виде, мы в это святые мусульмане верим, в том, что это именно Слово Всевышнего. Известно, что в обществе есть атеисты. Школьникам была интересна позиция представителей религии и по этому вопросу. Бывает неверие в Бога, вот именно такое, которое вызывает борьбу против Бога, да, то есть вот противление, противление. Здесь надо задуматься. Если человек в Бога не верит и считает, что, допустим, его нет, что верующие заблуждаются, зачем он с ними борется? Есть такое неверие, которое, даже еще два вида, наверное, я бы сказал. Одно бывает безразличие. То есть когда человеку в жизни Бог не нужен, но иногда мы понимаем, что жизнь гораздо глубже и начинаем задумываться. Вот. Ну и третье, это, наверное, тогда, когда мы еще не нашли Бога. То есть мы, может быть, у нас есть ряд вопросов, но мы либо не торопимся на них отвечать, либо не ищем ответов. После официальной части школьники буквально не давали уйти спикерам, выстраиваясь в очередь со своими вопросами. И в целом, как отметили ребята, этот урок во многом обогатил их представление по некоторым вопросам. Хотелось бы побольше таких мероприятий. Было достаточно интересно в нашей школе увидеть таких личностей, как-то познакомиться более с духовной культурой. В общем, мне мероприятие очень понравилось. Многие присутствующие отметили важность подобных мероприятий, особенно для детей. И этот открытый урок стал ярким подтверждением того, что для них это интересно и важно разбираться в особенностях других культур и других вероисповеданий. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.